В чат GPT появился новый инструмент Tasks, ну либо задача. Давайте посмотрим, что это, а главное, как этот новый инструмент мы можем применять в своей жизни, ну либо в своей работе. Значит, смотрите, что такое задача от чат GPT. Во-первых, это инструмент автоматизации. Чат GPT уже без сторонних сервисов начинает внедрять инструменты, которые нам позволяют выполнять рутинные задачи в рамках чата самостоятельно. Например, самый банальный, наверное, пример, который могу привести. Я каждую неделю, например, создаю себе контент-план на следующую неделю для инсты, для телеги, для каких-то социальных сетей, для того, чтобы создавать контент. Что я делаю? Я в инструменте Tasks, сейчас покажу вам, как подробно все это настроить. Я в инструменте Tasks задаю промпт, задаю задачу. В задаче есть промпт, и мне чат GPT на мою электронную почту, например, каждый понедельник присылает свежий контент-план. То есть я с помощью инструмента задачи, с помощью автоматизации, включенной в инструмент задачи, я думаю, эта тема еще будет, она сейчас бета-тестирование, она еще будет как бы совершенствоваться. Она сейчас работает не идеально, наша задача просто пока тупо с ней познакомиться. И без сторонних сервисов я могу автоматизировать определенные рутинные задачи для того, чтобы не тратить на это время. Я генерирую картинки, например, к своим постам. Что я делаю? Я с помощью инструмента задачи каждую неделю, каждый день, в зависимости от того периода, который я выставляю, присылаю себе, соответственно, те изображения, которые мне необходимы. Я каждую неделю пишу, каждый день пишу посты. Мне чат GPT генерирует по моим промптам, по моим задачам посты каждый день. То есть задача — это возможность сократить время на выполнение рутинных задач. Такие самые, наверное, простые объяснение. Значит, смотрите, как это работает и как это все настроить. Во-первых, смотрите, у нас появился чат GPT-4 ВОЗ с запланированными задачами. То есть он сейчас находится в бета-тестировании. И мы можем, соответственно, здесь узнать об этом чуть больше информации. То есть мы здесь в рамках нашего же обычного чата, давайте чуть больше сделаю, нашего же обычного чата можем прописать промпт. Например, ты должен каждую неделю, сейчас покажу, выполнять определенную задачу. Но давайте прежде всего, и также появилась вот задача в разделе «Наш профиль» — «Задачи». Здесь также появились те задачи, с которыми мы, соответственно, уже работаем, уже взаимодействуем. То есть мы можем эти задачи здесь редактировать, мы можем их ставить на паузу, удалять, выбирать расписание, которое будет выполнять эта задача. Например, нам нужно ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно выполнять задачу. Выбираем время, соответственно, когда эта задача будет выполняться. Плюс выбираем и прописываем те инструкции, которые нам необходимы для выполнения этих задач. Ну и в один клик поставить на паузу, либо удаление. Давайте сначала ознакомимся с документацией. Что такое чат GPT-задачи? Значит, смотрите, что такое чат GPT-задачи? Это автоматизация, как я и говорил, автоматизация работы с помощью запланированных задач чат GPT. То есть запланированная задача поддерживается в чат GPT-веб, то есть веб-версии. Также они поддерживаются в телефоне, в версии для iOS, либо Android, macOS. Запланированная задача приложения Windows появляется позже, в первом квартале. То есть сейчас они на Mac'е доступны, Windows чуть позже будет добавлены. Запланированная задача дает возможность создавать задачи для своего запуска в будущем. Задачи могут запускаться либо в определенное время, либо в определенный день недели, либо использование пользовательского интерфейса. То есть мы сами можем задавать, в какие, например, дни недели нам необходимо, чтобы эта задача выполнялась. В ранней бета-тестировании вы можете создавать запланированные задачи, которые позволяют чат GPT запускать автоматизированные подсказки и активно связываться с вами. Я думаю, что эта тема еще будет немножко усиливаться. Вот постановка задач. Для того, чтобы выполнить постановку задач, необходимо провести следующее действие. Но сейчас мы это все с вами на живом примере посмотрим. То есть задачи – это некая автоматизация. Каждую неделю вы хотите получать новый план питания на следующей неделе, придерживаясь определенного количества калорий. Соответственно, чтобы не заходить в чат GPT регулярно, каждую неделю создавать этот план питания, вы ставите задачу, чат GPT, соответственно, будет выполнять эту задачу каждую неделю. То есть это полная автоматизация. Давайте посмотрим, как уже это работает. Значит, в первую очередь нам необходимо зайти в чат GPT, выбрать запланированные задачи и ввести следующий промпт. Ввести следующий промпт. Каждый понедельник в 16.00 готовь для меня контент-план для моего инстаграм-профиля. То есть мы здесь сдаем как бы основу задачи. Мы сюда прописываем время, то есть когда нам необходимо, чтобы он нам присылал контент-план. И мы прописываем, соответственно, день недели, то есть когда мы хотим получать этот контент-план. Ну и, конечно, мы сюда обязаны прописать промпт. Промпт я буду брать за своего телеграм-канала. Ссылка на телеграм-канал находится, как всегда, под этим видео. Здесь собрана база из больше чем 10 тысяч различных промптов для чат GPT. Промпты в оригинале, промпты переведенные на русский язык, промпты для изображений, полезная база знаний. И все видео, которые есть на моем ютуб-канале, все видео, они, соответственно, здесь также есть в телеграм-канале. И под всеми видео есть все промпты, которые я использую в своих видео. Плюс база различных шаблонов для автоматизации через мейк, записи встреч, чат для общения тех людей, которые, соответственно, интересуются искусственным интеллектом, чат GPT-клот, неважно. И вы также можете попасть в этот телеграм-канал, ссылка находится под этим видео. Обязательно переходите, там есть вся информация. Значит, смотрите, я выбираю следующий промпт. Вот создать для меня контент-план в формате таблицы, придерживаясь следующих условий. То есть я хочу автоматизировать создание контент-плана. Я вставляю этот контент-план, сюда я уже ввел свои данные от целевой аудитории. И сюда я ввел, соответственно, тот формат контент-плана, который мне необходим. Нажимаю ОК, и теперь чат GPT должен мне сказать, что отлично, задача создана. Давайте подождем, посмотрим. Да, вот. Он сказал, что задача создана, единственное, он мне тут же предложил включить уведомления на рабочем столе. Получаете уведомления, когда появляется обновление по вашей задаче. Но я пока уведомления не буду включать. Здесь у меня есть модель, да, то есть я использовал именно модель с созданием задач. И также эти задачи у меня, эта задача у меня перешла в раздел задач. То есть не в принципе ничего сложного. То есть вот здесь вот задача ежедневно, еженедельно, в понедельник мне будет приходить контент-план, который я только что прописал. Условия, по которым я только что прописал. Вот ежедневно в понедельник. Почему-то он здесь день недели мне выбрал вторник, а не понедельник. Ну ОК, вот понедельник, да, изменим. И здесь промп мой тут же перевелся на русский, на английский язык. Видать, с русским языком он пока не работает. Ну ОК, мне даже не пришлось ничего переводить. Но если что, у меня все промп есть в оригинале. Я могу сюда отправить, соответственно, промп на английском языке. Как происходит процесс еженедельно, ежемесячно, ежедневно. И данные в понедельник. И, соответственно, во сколько процесс будет приходить. Приходите. В принципе, меня все устраивает. Значит, какие есть ограничения? Во-первых, мы можем пока сделать не больше 10 задач. Это первое ограничение. Второе ограничение. Куда нам будут приходить уведомления? Смотрите, здесь есть в настройках чаджа 5 настройки. В общих наших настройках есть такая штука появилась как уведомление. И здесь у нас есть уведомление. Пуш-уведомление, либо электронная почта. То есть, если мы хотим получать уведомление о выполненной задаче по электронной почте, то мы оставляем электронную почту. Если мы хотим в виде пуша получать, соответственно, мы включаем пуш-уведомления. Все. В принципе, по настройкам здесь каких-то больших проблем не возникает. Значит, по возможностям. Какие задачи мы можем создавать? По возможностям. Мы, например, для спорта мы можем создавать план питания. То же самое. Просто вводим, когда мы хотим получать план питания на следующую неделю. Например, по воскресеньям вечером нам приходит план питания на следующую неделю. Соответственно, нам приходит. Мы хотим получать просто уведомления. Прописать. Прописываем сюда дни недели. Давайте вот покажу. В уже выполненных задачах. Мы хотим, например, чтобы уведомления были по определенным датам. Да. По определенным датам. Так, что-то вылетело. Значит, здесь прописываем пользовательские уведомления. Видите, функция сейчас не работает. Но вот я ее тестировал, она работала. То есть, мы хотим, например, получать уведомления по определенным датам. Например, когда у нас у каких-то знакомых, может быть, дни рождения. Чтобы чат GPT писал поздравительные сообщения, которые мы будем отправлять в эти дни для своих друзей на день рождения. То есть, автоматизации, возможности автоматизации, я думаю, их будет с каждым днем. Все больше и больше. Сейчас все на таком базовом достаточно уровне. Но это уже показывает вектор развития того же самого чат GPT. Вектор развития идет в том, что с помощью искусственного интеллекта, с помощью чат GPT, с помощью любого другого искусственного интеллекта, который сейчас тоже будут активно внедрять, я думаю, эту функцию. Наша основная задача – это сократить время на выполнение рутинных задач. То есть, одна из таких больших ключевых идей – это сделать так, чтобы рутинные задачи мы выполняли намного быстрее. И с помощью вот подобных функций, например, функций задачи, это все будет реализовать не так сложно, я думаю. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал. Ссылка находится под этим видео. Там собрана база из больше чем 10 тысяч различных промптов и видеоинструкций по работе с чат GPT, либо любым другим искусственным интеллектом. С вами был Горь Зуевич. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok